всем привет друзья что же я продолжаю вести для вас рубрику плюсы и минусы вашего автомобиля на своем youtube канале как вы уже поняли из вступления данного ролика сегодня речь пойдет о крутом легендарном и сверхнадежном грузовике man f2000 довольно давно я хотел вам рассказать о данном грузовике но все как то шло не по плану все как-то мешало но вот оно настало время x и сегодня я решил поговорить именно об этом грузовике да я его рассматриваю как претендентом на приобретение и я думаю по итогам данного видео вы поймете почему а если вы давно находитесь в дальнобойной теме и вы сами являетесь водительным дальнобойщиком вы поймете почему я именно так к нему отношусь я его считаю одним из самых успешных грузовиков в истории грузового машиностроения что же друзья а перед тем как я начну конечно же я попрошу вас поставить лайк данному видео потому что это очень крутой автомобиль я надеюсь ролик вам точно понравится а также конечно же не забудьте написать свой комментарий к данному видео свое мнение к данному грузовику друзья а также в комментариях напишите модель автомобиля легкового или грузового какое вы хотели бы чтобы я разобрал чтобы обсудили мы его обоварили и рассмотрели сильные и слабые стороны также друзья конечно же не забывайте подписываться на данный канал потому что перейти вас ждет очень много интересно много полезной информации из рубрики плюс и минус и ваша автомобиля обсуждения разных интересных волнующих тем и конечно же второй сезон работы на зерновозе как же это можно пропустить что же друзья раз вы уже подписались на мой канал и поставили лайк данному видео я продолжу рассказывать вам о данном автомобиле стоит сказать о том что модельный ряд серии грузовиковые 2000 очень огромен примерно 65 вариантов с колесной формулой от стандарта 4 на 2 который мы всегда с вами привыкли видеть большинстве случаев и до такой колесной формулы как 10 на 4 в 1995 году маной в 2000 получил титул грузовик года это довольно таки значимое достижение маной в 2000 был оборудован высок высокоэкономичными моторными агрегатами с турбонадувом и промежуточным охлаждением чаще всего на f2000 устанавливали два вида моторов это шестицилиндровые рядные d2866 и d2876 объемом 11 тысяч девятьсот шестьдесят семь и двенадцать тысяч восемьсот шестнадцать сантиметров кубических от 310 до 460 лошадиных сил также на маны в 2000 устанавливали 600 сильный мотор d2640 это была в-образная десятка самая мощнейшая самая мощнейшая силовая установка на то время в европе моторы вот одна из самых сильных сторон маны в 2000 причем вся линейка моторов f серии отличается своей надежностью d2866 и d2876 это мощные выносливые и в то же время экономичные агрегаты которые способны при надлежащем обслуживании уходе преодолевать пробег в районе от миллиона до двух миллионов километров без капитального ремонта и без вмешательства это не единичные случаи это довольно часто встречается все как всегда зависит от водителя и обслуживания грузовика что касается расхода расскажу о своем личном опыте расход man f2000 с мотором 410 лошадиных сил и двигателем d2876 по кругу составляет в районе 30 литров пустым соответственно значение будет меньше но не стоит забывать что расход это тоже вещь индивидуально все зависит от тоннажа с которым ездит грузовик от манеры езды водителя и одной из важных главных ролей играет состояние мотора и основных узлов также расход топлива утягачает сцепки всегда будет разные усыпки всегда расход больше второй плюс вторая гордость серии man f2000 это конечно же коробка переключения передач фирмы zf тоже кстати немецкой кпп фирмы zf я считаю одной из явных причин успеха man f2000 потому что гарантийный срок службы кпп zf 16 механической порядка одного миллиона километров а при нормальной эксплуатации zf 16 и вовсе может выдержать пробег в полтора миллиона километров впрочем в то время и в дальнейшем агрегаты фирмы zf устанавливались на большинство европейских грузовиков что еще раз подтверждает ее сверхнадежность третий плюс металл из которого сделана кабина грузовика а также сама рама man f2000 довольно стойкая к коррозии хотя это сложно назвать огромным плюсом по сравнению с мотором и кпп но тем не менее это уж точно не минус четвертый плюс вариации подвески грузовика выполнялись как в рессорном исполнении также и в полном пневмо что учитывая годы выпуска грузовика было довольно таки было редкостью особенно в варианте тягача естественно это давало дополнительный комфорт водителю во время движения что конечно очень хорошо благодаря полному пневмо водитель не так уставал от дороги и учитывая наши с вами дороги это еще более значимый плюс 5 плюс цена при покупке я понимаю что возраст понимаю что прошлый век как мои говорят хотя сам лично я так не считаю но стоимость в украине на экземпляры от 94 года выпуска до до 2000 года выпуска стартуют от четырех с половиной тысяч долларов и доходят до семи восьми тысяч долларов все зависит от года выпуска и конечно же состояние это цена на тягачи цена на одиночке будет немного выше это обычная практика для рынка грузовиков шестой плюс не отходя от темы цен хочу обозначить еще один большой плюс маны в 2000 который сложно не заметить это цены на обслуживание прошу заметить что все это из личного опыта и так дабы не быть голословным я назову просто цены на детали а вы сделаете выводы комплект амортизаторов фирмы сакс на тягач маны в 2019 414 2000 года выпуска стоил 10000 гривен наконечник на рулевую тягу неважно продольную или поперечную стоит в районе 600 гривен плюс-минус производитель фэбби не самый худший вариант кстати говоря тяга поперечная в сборе с наконечниками 2800 это все та же фирма фэбби датчик температуры двигателя 500 600 гривен все тот же фэбби датчик числа оборотов двигателя фирмы bosch что конечно же является плюсом комфорту что же друзья как вы видите плюсов ума на и 2000 усилие 2000 довольно таки много и они довольно значим конечно вы можете сказать что я слишком превозношу данный грузовик я как-то его там среди других грузовиков масштабирую более значимым но но знающие люди скажут что они подпишутся под каждым моим словом потому что лично я рассказываю о данном грузовике не просто потому что он не нравится а он не нравится потому что я проездил на данном языке довольно большой период времени я ездил на сцепке я ездил причем на разных вариациях с мотором 400 лошадей 410 лошадей с вариантом как на сцепке с вариантом на полу прицепе свой опыт вождения на полу прицепе часть из него я заснял для своего канала на ю тубе вы можете в этом убедиться и именно поэтому потому что я очень много времени провел в данном грузовике как за рулем так и не за рулем без разницы опыт общения с данным грузовиком у меня довольно большой и я сделал свой четкий определенный вывод поэтому конечно в чем-то может я и преувеличиваю значимость данного грузовика но переоценить его значимость в сфере грузоперевозок я думаю очень сложно и большинство из вас я надеюсь со мной согласятся потому что да не так много комфорта как нынешних тгx тга и мерседесах евро 5 евро 6 это совсем другая история куча электроники куча всего этого прекрасного дела но простая машина надежная крепкая устойчивая коррозии дешевая в покупке дешевая в обслуживании но как по мне это замечательный автомобиль тем более если он будет эксплуатироваться в условиях внутри украины россии белоруссии казахстана без разницы стран скажем так бывшая ссср другой машины и не нужно вам этого маной 2000 хватит за головой а если вы купите маны в 2000 командор в исполнении командор то я думаю вряд ли пожалеете что же друзья давайте не буду я рассуждать слишком много данном автомобиле это вообще меня заклюете в комментариях и скажите ты помешан на данной машине это не так я просто очень сильно и уважаю что же друзья минусы я даже нашел довольно таки мало как вы можете подозревать но тем не менее они есть и я них сейчас вам расскажу что касается минусов первый минус грузовик уже 18 лет как снят с производства связи с этим порой сложно бывает найти некоторые запчасти пока это небольшая проблема но как вы понимаете тга и тгх с каждым годом все больше заполняют рынок заполняют его оттесняя тем самым f2000 своего предка второй минус хоть и моторы серии в 2000 очень надежны как я об этом уже сказал не могу не сказать также о том что от возраста и пробега бывает просаживание гильз в блоке цилиндров но это вас может настигнуть только при пробеге миллион или больше все зависит от отношения к автомобилю манере вождения и так далее сами вы все это прекрасно понимаете хоть это встречается и довольно редко но тем не менее подобные случаи бывают поэтому я не мог об этом не сказать третий минус некоторые пневмоподвеску среди грузовиков f-серии считают слабым местом потому что ее вырывает выкручивает немобалоны и так далее от себя же лично скажу судя по своему личному опыту что если по нашим дорогам с метровыми ямами не гнать и не спешить поисках длинные гривны или доллара или рубля что вы там зарабатываете и в поисках приключений то все будет из рессорной подвеской хорошо из пневмоподвеской все у вас будет в порядке поэтому просто не спешите бережно относитесь к автомобилю что же друзья вот такой рассказ у меня получился амания 2000 в чем-то вы можете не согласиться со мной в чем-то можете согласиться но я думаю что все-таки большинство людей которые посмотрят это видео они ровно также относятся к данным автомобилю как и я я еще раз повторюсь все что я сказал о данном автомобиле это сугубо из личного опыта поэтому нельзя сказать о том что я что-то взял вообще там с неба и тот самый кто-то мне там что-то рассказал и так далее все сугубо с личного опыта и исходя из того что я видел своими глазами что я как говорится делал своими руками и так далее что я прочувствовал от данного автомобиля я хочу сказать что данную модель я считаю одним из фаворитов для приобретения для своего дела поэтому в принципе рекомендую вам советую вам посмотреть на обратить внимание на данную модель грузовиков и желательно конечно же с компоновкой командор с высокой кабины потому что вам будет гораздо комфортнее и удобнее причем цена на грузовики данной модели не зависит от размера кабины зависит только от состояния до до выпуска и все и зависит от объема двигателя то есть по мощности в лошадиных силах что же друзья ставьте лайк данному видео если оно вам понравилось если оно вам показалось полезным она вам показалось интересным подписывайтесь на мой канал потому что моя цель достичь тысячи подписчиков до 2020 года я надеюсь что к этой цели мы придем с вами совместно на этой ноте я вынужден с вами прощаться всем пока и до новых встреч